Впервые обнаруженный в китайском городе Ухань коронавирус постепенно распространяется по Китаю и уже дает единичные случаи заболевания за пределами Поднебесной. Это вызывает лихорадку на биржах и неопределенность на мировых рынках. Рейтинговое агентство Moody's не исключило, что ситуация с распространением коронавируса может быть для мировой экономики более серьезной угрозой, чем кризис 2008-2009 годов. Например, тот факт, что правительство Китая продлило новогодние выходные до 9 февраля, уже сказался на целом ряде отраслей в мировом масштабе. Резко упали цены на медь на 12% с начала года из-за сокращения спроса со стороны Китая, крупнейшего мирового импортера этого металла. В понедельник 31 января до годового минимума упала цена на нефть марки Brent, опустившись ниже 55 долларов за баррель. Каникулы в китайской промышленности привели к приостановке работы южнокорейских производителей автомобилей и техники из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей. Так минимум до 11 февраля останавливает работу всех своих заводов корейский автомобильный гигант Hyundai Motor Group. Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов по всему миру. Имеется оценки, согласно которым, каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику в магазинах 2-3%. Начавшийся в Китае коронавирус Вашингтон, судя по всему, пытается использовать для нанесения как моральных, так и экономических ударов по Китайской Народной Республике. В англо-саксонской прессе начали появляться идеологические конструкции, которые объясняют коронавирус безответственностью властей Китая, порожденную авторитаризмом. Так, CNN обнародует историю о том, что якобы еще 30 декабря 2019 года некий врач из Уханя Ли Вен Лян посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких об обнаруженном им коронавирусе. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали активно распространяться в интернете, а 3 января Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за распространение слуха в интернете. «1 февраля у Ли Вен Ляна подтвердили заражение коронавирусом. Его диагноз вызвал возмущение по всему Китаю, где усиливается негативная реакция на действия государственной цензуры по поводу болезни и задержки с предупреждением общественности о смертельном вирусе». Конец цитаты. Британская «Гардиан» публикует заметку, в которой утверждается, что необычное решение китайского лидера Си Цзиньпина руководить на расстоянии во время национального кризиса вызывает подозрения. «Си, похоже, не является лицом борьбы правительства с вирусом. Его не видели в больницах вместе с врачами или пациентами. Через несколько дней после того, как официальные лица признали серьезность кризиса, премьер-министр Ли Кецян посетил Ухань, город в центре вспышки». Конец цитаты. Но все точки над «и» расставляет, разумеется, светоч демократов Нью-Йорк Таймс, которая дала старт жесткой идеологической кампании против руководства КНР в статье «Кризис с коронавирусом» показал провал управления Китаем. В качестве персонифицированного виновника эпидемии прямо называется Си Цзиньпин, окруживший себя политиканами и аппаратчиками, не способными эффективно реагировать на угрозы. Утверждается, что китайские массы винят во всем лично Си Цзиньпина, который не показывается на публике, и все это ведет к падению влияния компартии. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что эффективным действиям мэра Уханя препятствовали медлительные начальники сверху, но региональным властям надо действовать решительно. Намек, надеюсь, очевиден. В качестве альтернативы называются «умелые технократы 1990-2000-х годов», которых нередко называли «шанхайцами». Как мы видим, США перешли к стадии активного поиска китайских Горбачевых и Ельциных. Ну, а уж совсем без всякой дипломатичности, в комментарии «Вашингтон-Пост» высказался министр торговли США Уилбур Рос, который заявил, что китайский коронавирус может помочь в создании новых рабочих мест в США, поскольку компании будут переводить свои подразделения из пострадавших районов. Как говорится, «ноу-комментс». Более подробно на тему влияния китайского коронавируса на экономику Поднебесной мы поговорим с экспертом-международником Андреем Бузаровым. Андрей, вы отслеживаете ситуацию в Китае уже на протяжении длительного времени. Ну, вот сейчас, последние недели, насколько там действительно, ну, как, то ли паника, то ли мобилизационные меры, то ли, как бы, какие-то запреты и блокады. Ну, вот, все это мы в СМИ видим, западных наши СМИ это транслируют. Что на самом деле происходит? Ну, и опять же, множество всяких конспирологических версий, потому что как-то оно в очень таком месте, в 15-миллионном городе, и вокруг него достаточно промышленно развитая провинция. Вы знаете, Дмитрий, вы в своем вопросе столько акцентов сразу поставили, и мне кажется, что независимо от того, какая причина распространения вируса, сознательно, бессознательно кто-то сделал, спонтанно это все произошло, но вот то, что я вижу и слышу от китайцев, которые здесь живут, от наших украинцев, которые живут по всей территории Китая, от юга до севера, то неоднозначная позиция. Это как Brexit в Англии, знаете, одни говорят, что это серьезно, а другие говорят, что нет, это не серьезно. И мне кажется, что индикатором вот этого их настроения является заявление самого Си Цзиньпиня. То есть буквально там через несколько дней после того, как все поняли очевидность и серьезность ситуации, Си Цзиньпинь сказал, что в ближайшее время ожидать улучшения ситуации не стоит. И мне кажется, что позиция главы КНР, она как раз является определенным индикатором, касательно того, что ситуация вряд ли будет улучшаться в ближайший месяц-два. И несмотря на беспрецедентные меры, которые принимает Китай, китайское руководство по всей территории Китая удержать пока не удается, даже локализировать во многих вопросах саму болезнь. Не объясню почему. Дело в том, что, еще раз подчеркну, независимо от того, сознательно или несознательно, даже если мы представим конспирологию, что кто-то специально вот как раз в этой провинции Хубей, в этом городе Ухань распылил вот этот вирус, то это идеально было выбрано для распространения места. Так как, если бы мы взяли север, провинцию Ганьсу, Синьцзянский автономный округ, то там есть так Ламакан, пустыня, там тяжело было этой болезни распространиться. А это сердце фактически такое, центр Китая, центр Запад Китая. И оттуда во все провинции эта болезнь очень быстро пошла, в том числе и на север далеко, в провинцию Ганьсу, в Синьцзянь, в Урумчи и так далее. То есть, и естественно за пределы, так как в Хубеи много туристов. Поэтому, к сожалению, уже локализировать это не удалось. Но Китай принимает, мне кажется, беспрецедентные меры и не все китайцы осознают серьезность ситуации. Потому что я буквально вчера общался с одним китайским журналистом, который в Киеве живет. Я говорю, ну как вот вы? Он говорит, да не волнуйся, ты больше думай, он мне говорит о гриппе здесь, обычном гриппе, чтобы ты не заразился, у нас все будет нормально. Но мне кажется, что они сами до конца не осознают серьезность ситуации. Вот, Андрей, такой вопрос. А у региональных властей большие полномочия, вот собственные, более жесткую применять меры, более мягко или, так сказать, все-таки централизованно идет? В большинстве очень серьезные полномочия имеют местные власти, кроме фактически одной-двух провинций, кроме города Макао и Гонконга. И, кстати, вчера это была одна из серьезных проблем, поскольку много людей вышли на демонстрации и требуют закрыть вообще доступ к материковой части Китая. В Гонконге подобные тенденции начались. Но, опять же, это политизация идет процесса, честно говоря. Мне кажется, не в интересах Гонконга сейчас разрывать отношения с центральным Пекином, поскольку тут нужно сообща решать этот вопрос. Политизация процесса есть. Более того, есть одна особенность, которую мало кто в Украине знает. Экономически серьезный дисбаланс существует внутри Китая. Один из приоритетных задач экономического развития для руководства КНР – это было устранение вот этого дисбаланса между западными областями, провинциями, где существует Шанхай, Пекин, Харбин, Аждо, Хайнаня, Гуанчжоу, Гонконг и севером, который достаточно бедный. Экономический и политический. Так вот, болезнь, центр болезни – это как раз экономический, туристический, инфраструктурно развитая территория. Поэтому это еще косвенно доказывает, что, возможно, тут человеческий фактор все-таки был с точки зрения инициации или генезиса этой болезни. Есть такой, может быть, миф, может быть, представление, может быть, конспирологические теории, что северяне, как представители более бедных регионов, склонны к более административному управлению, а южане, более богатых, с выходом к морю, традиционно к более рыночным методам. И как раз Запад сейчас ищет каких-то своих сторонников, делает ставки на более прорыночные, на условных шанхайцев. Противостояние Шанхая и Пекина всегда было. Это еще с времен Мао Цзэдуна все дошло. И во времена культурной революции 60-х годов это обострилось, честно говоря. Но после Денина Сяопина противостояние элит, мне кажется, оно пошло на спад. И больше вышло наперед экономическое противостояние, чем политическое. То есть экономика, она вот тут приоритетная. Политического такого противостояния глобального я не вижу. Хотя внутри Компартии, понятно, существуют определенные политические группы тоже регионального значения. Но больше все-таки экономический аспект. Поэтому вот этот коронавирус в контексте экономико-политических вопросов, он возник очень не кстати. Поскольку, как мы видим, и так торговая война с США, она набирает по сути обороты, она не идет на спад. А еще и обострение вот этого вируса, это еще больше будет бить по китайской экономике. Но, мне кажется... Это как чума в осажденной крепости. Совершенно верно. Но вы правильно до эфира один акцент поставили, что это не означает слабость экономики Китая. Это означает слабость мировой экономики. Потому что экономика геоэкономической ситуации зависит от экономической ситуации в Китае. Поэтому, чем слабее Китай, тем слабее мировая ситуация в экономике. Ну и вот в связи с этим последний вопрос. Я хотел вам задать. А когда ожидается выход промышленности Китая из вот новогодних каникул, которые продлились вынужденно в связи с вспышкой коронавируса? Да. Действительно, более того, я скажу, совпал место или время коронавируса с китайским Новым Годом. И, с одной стороны, все прекрасно понимают, что масштаб пока эпидемии не такой большой. Но, с другой стороны, я вижу, что часть населения Китая, экстеллигенция китайская, они понимают, что этот вирус может затянуться. И не такие радужные уж обнадеживающие заявления и настроения некоторые китайцы. Поэтому, мне кажется, будет ключевым март месяц. Укроводство Китая дало срок до конца марта месяца, что эта эпидемия уйдет или пойдет на СПА. Возможно, так и будет. Тут надо, чтобы врачи давали соответствующие прогнозы. Но, если эпидемия не пойдет на СПА от марта, я думаю, что это экономически очень сильно может отразиться на стране. Более того, это может и политически отобразиться, поскольку эпидемия может пойти в Гонконг, в другие регионы, которые не очень хорошо дружат с центральной властью. Тогда будет политизация уже этого процесса в соответствующих регионах. То есть, в Уйгурский автономный округ, где... Урумчи, да. Но будет зависеть всего от того, насколько сейчас может центральная Китай проконтролировать ситуацию, центральная власть. Ну, то есть, до конца марта можно предполагать значительные перебои, перерывы в работе крупнейших промышленных предприятий. Я думаю, это неизбежно. Мое мнение, это неизбежно на сегодняшний день. Но Китай обладает необходимым запасом прочности, чтобы это... Это исторически, исторически так было. И даже в условиях торговых войн США Китай этот запас прочности показывает и демонстрирует. Но этот фактор не предвиденный. Этот фактор не предвиденный. Много конспирологии было, потому что, о, это китайцы сами это сделали. Но мне кажется, это точно не руководство Китая было заинтересовано. И на сегодняшний день руководство Китая как раз пытается найти механизм борьбы с этим вирусом. Поэтому экономический спад, к сожалению, может, кратковременный, а может быть долгосрочный, неизбежен. Благодарю вас, Андрей. У нас в эфире был эксперт-международник Андрей Бузаров.